Навуково-практичный межкафедральный семинар отбылся в Гомельском филиале Университета гражданской обороны МНС Беларуси. Головная задача – отработка день у специальных службов во умовах надзвычайных ситуаций. Учим уникальность этого мероприемства, ведает наш корреспондент Павел Михно. Гуки-сирены – команды керавников и зладженная праца. В учении воротовальников зауседы видовышные. Не глядячи на то, что слово «семинар», выкликая ассоциации с занятками в кабинете, у МНС все отбывается инакш. Тут большую частку часу отводить практичные отпрацовцы денью. На этот раз в учении прошли по уникальной программе. У першиню на тренировочной пляцовце отпрацовывается взаимодействие будущих воротовальников и медиков. Головные герои в учении – студенты. Для их это, правда, серьезная практика. Уникальность как раз таки в его практикоориентированности. Мы знаем требования президента нашей страны максимально приблизить образование к практике. Собственно, это сейчас и происходит. Мы видим, что студенты справляются, потому что не секрет, что мы готовились, но пределов для совершенствования нет. Уходя в учению отпрацовывались два сценарии. Первый – надзвычайная ситуация на объекте чугуночного транспорта. Гомель является бойным чугуночным узлом, тому вероходность возникнения такой авары завсюды иснует. Авария в жилом доме – другие сценарии. И, на думку специалистов, Минавита Йонс является самым расповсюдженным в реальном жизни. Найбольшую тяжкость в этом случае представляет воротование людей и оказание первой допомоги. Складанность работы в таких условиях означают навык профессионалы. Мы отыгрывали сценарий, в котором множественные жертвы, много пострадавших. В этом, наверное, трудность заключается, потому что привычные вызовы скорой помощи, как правило, связаны с одним пострадавшим, ну, может быть, двумя, но никак не 20-30. Ценным является для медиков то, что мы увидели наши, возможно, ошибки даже, потому что на ошибках мы учимся, и лучше учиться на ошибках, которые в игровой форме представлены. Будучие медики и воротовальники показали высокий узровень взаимодействия. Усе задания выполнили худкой и без паники. У Виннику справились и как с одной, так и с другой на завершенной ситуации. Когда появился первый пострадавший, как-то сердце забилось быстрее, ну, постарались все максимально реалистично сделать. Да, очень интересно было. Конечно, адреналин есть. Ну, мне кажется, надо повторять такой опыт, больше таких учений. По оценкам специалистов, учения показали свою эффективность. Тому в дальнейших планах – зарабить подобные тренинги, что годовыми, с отпрацовкой и инших сценариев. Павел Михно, Явген Макеенко, телерадио компания «Гомель».